здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи депутат кнессета от партии ликуд талий плосков талии председатель к парламентской комиссии по этике речь пойдет о новом законопроекте который талий подала речь идет о законопроекте уточню который вот в преамбуле говорится так что он призван положить конец проникновению враждебных израилю деятель поди деятелей поддерживающих террор в органы местного самоуправления ну звучит и так достаточно угрожающее и официозно а вот в переводе на простой язык о чем идет речь я расскажу во первых здравствуйте мы говорим о том что в кнессете в основном законе кнессета есть такая статья называется на 7 алиф эта статья лишает права быть избранным кнессет тех кто отрицает право на существование государства израиль как еврейского демократического как вы понимаете или же подстрекает к расизму или же поддерживает вооруженную борьбу вражеского государства или террористической организации против государства израиль это в кнессете есть а вот если мы смотрим на муниципалитеты и на местные выборы то вот там этого нет закон который я предлагаю он говорит именно об этом чтобы и такие же правила и такие же исключения касались и местных выборов с местных муниципальных властей то есть человек поддерживающий террор и подстрекающий к расизму не сможет занимать не главу городского или местного совета то есть мэр да мы назовем то тогда или депутаты местного совета или сотрудника местного совета или работника муниципалитета так мы это называем и даже я в законе написала что если уже есть люди которые занимают эти посты уже и продолжают себя так вести то они должны быть немедленно уволены дело в том что есть немало вы спрошли а вдруг почему сейчас такая вот такая вот идея поднялась и как вы понимаете вы из меня представили как председателя кнессета в комиссии по этике и вот туда поступает очень много жалоб от граждан не каких-то поведений высказываниях депутатов и очень немало из них касающихся объединенного арабского списка то есть мы видим немало примеров того что допустим тот же мэр шфарама вместе с депутатами от объединенного арабского списка пошли в больницу навести человека который 12 лет просидел в тюрьме за то что организовывал операцию террористическую и ему вручили почетную грамоту как вы считаете это было правильно или например есть члены городских советов я даже могу сказать на церковь например такой пример у меня тоже есть который прославляет террористов в своих постах и комментариях социальных сетях разве это так должно быть или например депутат горсовета хайфы который претендовал на пост зам мэра хайфы он ходит еще в комиссии по безопасности в хайфе он открыто поддерживает хамас их избалу и он сравнивает действия террористических организаций этих практически с сионизмом он не скрывает этого всего и тем не менее он сегодня находится на тех постах из которых можно влиять на мнение людей и я считаю что мы должны это остановить почему потому что вот эти люди которые на таких местах и вот так себя ведут по отношению государства израиль они создают такую картинку как будто бы в израиле все арабы такие на самом деле нет на самом деле есть те которые хотят стать частью израильского общества а из-за таких о которых мы говорили раньше вот картинка совсем другая создается поэтому я хочу сделать так чтобы такие люди которые не признают государство израиль которые не встают при звуке гимна которые не признают символы государства израиль они не должны иметь право быть выбраны не только в кнесет но и муниципальной власти тали ну вам могут возразить вот вы привели пример вы начали свой ответ с того что вот в кнесете это правило действует а в местном самоуправлении не действует но вы же сами привели пример�� законе этого нет нет-нет это соответственно делать кается это есть законе но это не действует выбираться кто нет судя по тем примером которые вы привели это не действует и вам могут ловить логично возразить то ли подождите так сначала тогда пусть тот закон действует иначе зачем этот закон действует хотя бы в кнесете а потом Мы же будем разбираться на деревенском уровне. Знаете, что значит, что он не действует? Не раз, даже на последних выборах были поданы иски о том, чтобы некоторые, как Иба Язбак, например, поданы были просьбы, чтобы забрать у нее возможность баллотироваться в КНЕСЭД. Но когда вмешался Верховный суд справедливости, он не нашел достаточно причин для того, чтобы на самом деле лишить ее этого права. Но для того, чтобы вообще кто-то начал это рассматривать. И даже для того, чтобы суд этим начал разбираться, должен быть закон, который не дает права этого делать. Если мы просто поднимем руки и скажем, ничего страшного не происходит, пусть дальше так и продолжает, ну, это не моя позиция. Я не могу видеть, как, например, депутаты объединенного арабского списка встают и демонстративно выходят из зала, когда премьер-министр выступает. Мы этого себе позволить не должны. Именно поэтому я подала такой законопроект. И я считаю, что когда мы говорим об отношениях законодательной власти рядом с властью даже того же суда, судебной, да, судебная власть должна понимать, что на самом деле те, кто принимают законы, которые нужно исполнять, это законодательная власть. Я очень надеюсь, что прислушаться к этому. Тем более, опять же, закон не говорит о какой-то группе людей, закон не ущемляет интересы какой-то группы людей. Закон только говорит о том, что те, кто выступает против государства Израиль, не имеют права баллотироваться на муниципальные выборы, не имеют права работать в муниципалитетах, не имеют права влиять на мнение большей группы, общей группы нашей страны. Ну, хорошо, законопроект, касающийся местной власти, о котором мы сейчас говорим, законопроект точнее, понятно, дело будущее. Но если отталкиваться от того закона, который действует в Кнессете, то он практически не действует. Было много попыток привлечь к ответственности депутатов от того же объединенного арабского списка или отдельных групп, когда их высказывания или их выступления считались подстрекательскими, призывали к террору и так далее. И ничего из этого не получалось, ну, за самым редким исключением. А когда дело доходило до суда, да даже не только до суда, до каких-то парламентских комиссий, то все равно никаких решений по этому поводу не было. И как вы говорили сами, они могли встать, уйти или встать и прийти, пойти в тюрьму навестить кого-то и так далее. Так извините тогда за такой вопрос, а не получится ли, что вот сейчас, допустим, ваш законопроект в отношении местной власти будет принят. Но все равно он будет так же декларативен, как и закон, действующий в Кнессете. Я очень не хочу так думать. Я надеюсь все-таки, что мы сможем переубедить ту разум. Почему? Потому что я именно показываю разницу между теми людьми, которые хотят стать частью израильского общества и делают все для того, чтобы ими быть. Посмотрите, сколько у нас сегодня врачей, сколько у нас ученых, сколько у нас сегодня достойных людей из арабской группы населения Израиля. И мы их уважаем, и мы их принимаем. А вот те, которые выступают против нашей страны, поддерживая террористические организации, такие как Хамас, такие как Хизбалла, они, еще раз я повторяю, не должны быть избраны на такие должности. Понятно, что это непросто. Я думаю, что если было бы просто, наверное, кто-то бы сделал это уже давно. Но надо бороться. Я из тех, которые борются за справедливость, которую я считаю, что в данном случае должна восторжествовать. Талия, ну будем надеяться, что у вас все получится. Спасибо, что нашли для нас время, и всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо всем. На этом все. Напомню, что с нами на связи была депутат КНЕСЭТА от партии Ликуд Талий Плосков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok